Мы продолжаем тему из серии «Переходные стадии». Светлана Владимировна, сколько, по Вашему мнению, будет переходных стадий, чтобы человеку для совершенствования себя на более высокий уровень перестать испытывать и транслировать негативные мысли, действия, поступки? И когда этот этап сомнений закончится, то что последует за этим? Да, интересный вопрос, потому что на самом деле еще раз повторю, что серия сейчас «Переходные стадии» и самая первая «Переходные стадии», самая сложная, от прежнего низкого к более высокому, светлому, это этап сомнений. Вот эта «Переходная стадия» полностью зависит, еще раз повторюсь, от самого человека, только от самого человека. То есть, и его наработок темных энергий. То есть, потому что еще, это было в предыдущей серии, я уже говорила, о том, что человек даже не знает, как он устроен и как состоит. Поэтому вот это полное освобождение, да, вот этой стадии, оно многоуровневое. То есть, оно пойдет вот так вот, от самого плотного, да, но уже трехмерия, представьте, весь спектр смешанных энергий, да, и чувств человека, эмоций, дел, поступков, мыслей, остается внизу. То есть, вот когда человек принимает решение, он выходит именно на этап сомнений. И проходит он его, как правило. Есть категория людей, которые очень быстро проходят и, знаете как, не сомневаются, верят в себе, хоть где-то там на каком-то чувствуют это. А есть категория, это большая часть, которая вот, знаете как, медленно идет, очень медленно, и гоняет вот эти мысли негативные. Но, чем дальше они поднимаются по объему энергии, тем это освобождение у них быстрее случается, понимаете, да. То есть, все реже и реже они вот эти гоняют мысли, все реже и реже они потакают своими негативным привычкам, качествам, эмоциям, эмоциональности. И все реже и реже, но идут, смотрите, от самого низкого, да, более рассеянного такого, более светлого, понимаете, да, о чем я говорю. Поэтому этап сложнейший, но нам эту серию надо закончить сегодня, да, этап сомнений именно. И перейти на более, скажем, уже более такой интересно захватывающий этап развития переходной стадии. Это очень интересная следующая стадия. А сейчас все-таки на этом этапе сомнений, что бы я хотела порекомендовать еще больше? Это больше находиться с самим собою, это больше учиться сразу благодарности. Это первый инструмент, такая сверхспособность, который поможет это сомнение, знаете, как быстрее рассеять. Потому что можно скорость и время, еще раз повторюсь, человек выбирает только сам. Можно, да, растянуть на всю жизнь, да, а можно это пройти за месяц, два, три. Есть разница. То есть три месяца, и у тебя нет сомнений. Вы представляете, это чудо. А для кого-то, ну, месяц я не встречала таких людей. Я даже и сама шла. Но там плотность другая была, да, в 12-м году. Там более плотно, более это. Сейчас скорости другие, то есть быстрее все проходится. Вот, но, знаете как, люди всегда себе не верят, потому что они не понимали, кто в них разговаривает, понимаете. А у них болтали сущности там, все что угодно. Болтал ум, болтал еще что-то, да. Но кроме того, что истинно я разговаривала с самим собой. Почему в минуты отчаяния, да, в минуты страдания у человека идет разговор уже такой более чистый, я бы сказала, да. То есть он начинает вот на этих формах страданий, да, неважно от чего, от отношений, от денег, там. Просто, понимаете, сама душа толкает человека принимать решение и действовать. Кто-то не выдерживает, умирают люди от этого. Да, это жалко очень, честно говоря, искренне жаль. Что не смогли найти в себе силы, да, жизненных энергий. Вот эти те же знания применить, да, к тому, чтобы раз, и как поплавок выскочить из того. Потому что на самом деле на такую работу очень потребуется большое количество чистой энергии. И вот что еще вам скажу, что люди боятся непонятностей. Они просто, знаете как, остерегаются. Но переход всегда был у человека. Только мы сейчас совпали с этим переходом, со временем перехода нашей планеты Земли, Земля и Солнечной системы. Вот в чем дело. Вот почему этот переход сложен. Ну, на этих этапах сомнений, скажем так. И потом, когда вы поднимаетесь выше, я сейчас вам скажу. Поэтому переменные люди очень боятся. Вернее, даже не они, а их сущности. Почему? Потому что когда человек высокоразвит, у него страх отсутствует вообще. Почему? А потому что он видит все уровни своего устройства и видит, как ему надо поступить. Видит, потому что там же отсутствует, ум уже отсутствует, да, болтовни этой нет внутренней. И светлая темная часть прекращает между собой бороться. Это есть такое на самом деле. Почему человек и не может свое истинное я вытащить из себя, да, и поговорить с ней, с той же душой, с тем же истинным я. Потому что там идет мешанина между светлой и темной частью. То есть, и эта мешанина, это как эфир. Она вот так вот транслируется. И человеку очень сложно с собой поговорить, найти себя истинного. Ведь конечная цель пребывания здесь на земле практически у всех – это найти истину внутри себя. Кто же ты есть, да, определить, почувствовать, да. Не только знать себя, а почувствовать еще это, что это так, да. Вот, поэтому этап сомнений, люди, те, которые все-таки боятся вот этого нового, да, это боится, основное донесение, что это не вы боитесь, а эти сущности боятся, что им уже настанет конец. Поэтому этап сомнения, те люди, которые, еще раз повторюсь, которые твердо решили, которые, знаете, готовы, подготовка была, да, не одна жизнь на это. Это же не просто, это же информация работает, это не просто тело, да. Тело, само собой, уводит всегда от действительности, от истинного человека. Вот, но тело заселено это низкими существами. Вот о чем разговор. Это вирусы, грибы, и там всякие сущности низкого плана, понимаете. Мы на эту тему поговорим обязательно. И мы собрали целый словарь их, сколько их количества, и как они, на какие качества идут. Это очень важная информация. Обязательно мы выступим с этой информацией. Вот, в последующих своих сериях. Вот, поэтому вот это страх, да, вот этот страх непонятности, знаете, такой. И он, он не дает человеку, сейчас возьму листочек, потому что у меня здесь как раз, я к этой теме, ну, как бы готовилась. И ближе идет понимание того, что, знаете, как внутренне подталкивает то, что ты должен перейти именно на новые ощущения и чувствование себя. Вот это еще понимание, оно тоже подталкивает человека. И как бы страх тогда потихоньку рассеивается. Еще повторюсь, что там идет многоуровневость. То есть, если страх был вот на этом уровне, то уже вот на этом уровне этапа сомнения, он уже такой слабый, понимаете. Потому что вы уже подходите к чему-то более глобальному этапу перехода своего развития. Поэтому, смотрите, еще, это не только страх, это и обиды, и зависть, и привычки негативные. Это, знаете, привычка ругать себя, винить себя, да, искажает вот это, привычка бороться с собой. Она как раз, привычка бороться с собой, идет между светлой и темной частью, понимаете. А люди не знают, почему они борются сами с собой. Да, потому что они там, светлые и темные, не могут договориться, понимаете. Это две энергии, которые, поэтому вот эта мешанина, вот эта неразбериха, это как вот эфир вот такой вот. Как может человек там быть спокоен? Это невозможно, понимаете. А мы все-таки идем с вами на высокоразвитость, да, и инструмент у нас все-таки увеличение высокой энергии. Это наше спасение, это наше развитие, это наше, знаете как, это наша благость, в конце концов, внутренняя. Это наше все, это наше счастье, кстати, аптечка, да. Вот иногда так вот, вот. Поэтому все, что непонятно, оно будет рассеиваться. И человек раз, и такой говорит себе, представляете, вот такая стадия будет, да, когда он без, следующую стадию сейчас мы перейдем. Вот это беспристрастное наблюдение за собой и миром. То есть мы с вами этап сомнения заканчиваем. Если у кого-то будут возникать вопросы, пожалуйста, звоните, пишите, да. То есть более детально, да, на личном приеме, пожалуйста. То есть все для вас будет готово. А сейчас мы переходим с вами к стадии беспристрастного наблюдения за собой и миром. Есть у вас на эту тему вопрос, Валентина? Да, у меня вопрос на эту тему по поводу того, каким образом приучить себя просто удерживать хотя бы на несколько минут внимания в отношении себя. Сначала просто для наблюдения, потому что беспристрастное наблюдение – это уже качество самого наблюдения. а вот именно просто для начала, как научиться за собой наблюдать. Потому что всегда человек находится в наблюдении за кем-то другим, то есть больше во внешнем мире. И не стремится попасть к себе. Чтобы внутрь себя попасть, сначала нужно наблюдать, научиться. И потом, может быть, следующий этап уже – беспристрастное наблюдение. Или это можно совместить и наблюдение, и беспристрастное, чтобы качество наблюдения все-таки было то, которое поможет человеку выходить на более высокий уровень развития. Конечно, наблюдение за собой, прежде всего за собой – это основное донесение. Почему? Именно находясь с другим человеком, ты видишь свое несовершенство. И когда вы проходите этот этап сомнения, да, вот он уже. Я почему эту грань делаю, я сейчас объясню. Для того, чтобы люди пошагово понимали, что переход идет вот так. Все сразу сделать – это невозможно. Это будет мешанина. И поэтому, когда уже человек чувствует, знаете, прилив такой силы, энергии, когда он уже перешел из этапа сомнений на беспристрастное наблюдение за собой. Почему беспристрастное? Я сейчас объясню. Дело в том, что мы сразу тогда начинаем, не только, можно наблюдение запустить, да, а качество наблюдения, оно будет постоянно загрязнять. Если неправильно наблюдать, да, то вы упадете в сторону, тонкую грань там имеет светло-темная часть, да, вот эти две грани вот этого тонкого перехода. И вы сразу же будете заваливаться от своих оценок, от своих осуждений, от своих вот этих пытливых взглядов, что вы там увидели в этом человеке, понимаете. И тем самым вы будете загрязняться, понимаете, очень сильно. То есть любая оценка и осуждение другого человека, а это же по привычке идет. Многие же, почему, когда работают, то они, знаете как, в темную сторону и заваливаются. Почему? Переход считается очень тонким и очень сложным, потому что самостоятельно, при таком энергопотенциале, в котором находится сейчас человек, да, среднестатистический, скажем так, ему пройти это просто нереально даже, не то что это. Поэтому мы сразу рекомендуем беспристрастное наблюдение за собой и миром. Основное донесение, что каждый человек – это отдельный мир, непознанный, со своими задачами, со своими контрактами, со своими наработками. И каждый человек так же уникален, как ты сам. Но для того, чтобы выйти на состояние уникальности, это еще целый путь переходных стадий, я сразу говорю. Вот. А на эту уникальность будет ждать вас вот здесь вот, а вы еще вот здесь находитесь, ну, к примеру, да. То есть этап сомнений мы с вами прошли, и теперь беспристрастное наблюдение за собой и мир. Правильно. Человек, который учится сразу беспристрастно, то есть сразу увидел свое несовершенство, а в чем он может увидеть? Да именно несовершенство соседа или партнера там, или мужа, или там жены, да, или своих детей, и раздувать из этого целое кадило, да. А он именно отвечает за себя, как он реагирует по отношению к другому человеку. Неважно, к какому. Понимаете? И именно каждый человек является тренажером друг к другу. Поэтому я всегда говорю, вы дома оттренажеритесь все абсолютно, чтобы спокойно вообще все принимать. Понимаете? Чтобы беспристрастно за всем наблюдать, чтобы не допустить ошибок. Ведь на кону целая жизнь, и она очень быстро проходит. И надо успеть, понимаете, увеличить этот энергопотенциал, развиться эволюционно, да, до высоких. Сейчас, почему этот переход, это ключ к открытию непостигаемого. Понимаете? В человеке все устроено так гениально просто, что он, открывая каждую эту штуку по набору чистой энергии, увеличения своего потенциала, он просто счастлив от того, что он может это с собой делать. Но это еще путь. И поэтому, когда вы беспристрастно сразу себя, знаете, ставите такую стрелку-компас внутри, да, и сразу проговариваете, что именно беспристрастное наблюдение я буду этому обучаться. Приношу любовь и благодарность за то, что я обучаюсь именно беспристрастному наблюдению за собой и миром. Вот она практика, Валентина. Все, одна секунда. Вы же помните вчерашнюю нашу с вами встречу, где вы говорите, вот надо сделать то-то. Я говорю, Валентина, а давайте сейчас это и сделаем. То есть сразу же. И все, оно раз, да, сознание, и перевернулось. И поэтому такой результат был вчера, поскольку сознание стало более осознанным. Не когда-то вы сделаете, пойдете. Надо слово, это, конечно, у нас оно уже по привычке, но надо – это то слово, которое, знаете, нужда. А зачем оно нам нужна? Это нужда, правильно? Вот, поэтому будем менять, конечно, словарь высоковибрационных слов, он уже существует, он уже написан. Вот, в эфир обязательно с этим выйдем. Какие слова более высоковибрационные, чтобы человек мог, знаете как, создавать себя, а не разрушать. Так вот, встречаясь с любым человеком, вы себя останавливаете на том, что раз мысль первая, о, он одет вот так-то, он выглядит так, а сколько ему лет. Представьте, вы не смотрите, что вам доносит высшее через этого человека. Вы начинаете вот эту мешанину всю, да, в себе крутить. И вот эти мысли, он быстро расчеты делает. Так, сколько с него можно взять? Сколько это? Сколько это? Столько это? Богат этот человек или нет? За одну секунду корысть высовывает в свою голову. Или гортыния, или корысть. Понимаете? Вот это все присутствует в человеке. Разве такой человек может быть высокоразвитый? Это противоестественно. Поэтому те люди, которые приняли решение, создавая себя шаг за шагом, энергии на это очень много. Вы ее будете получать в зависимости от вашего решения и работать с собой. Понимаете? Это все очень просто. Чистая энергия. Необык какой, не смешанной. Понимаете? И когда вы идете сразу на беспристрастие, потому что за наблюдением вы можете потерять время, которое сегодня очень бесценно. Время для создавания себя, потому что, конечно, большая мечта наша, чтобы вот так раз, и человек раз, и был другим. Но это не в этих реальностях, не в трехмерном мире. Это совершенно другие уже уровни, скажем, эволюции человека, это уровни высокоразвитости, это уровни очень высоких реальностей. Понимаете? Раз, и ты изменился. Не кого-то надо менять, а себя менять. Раз, еще щелчок. То есть вот сейчас отзыв я вам пересылала. Отзыв пришел от девушки, которая в детстве пришла, говорит, женщина, похожая на вас, говорит, Светлана Владимировна. И она, говорит, мне показывала, раз, щелчки вот эти от меня, и все в любовь преобразовываю. Да, типа наши щелчки, раз, а это быть этому. Всего две руки работают, сознание, все включается, все потом на автомате, идет. Поэтому беспристрастная. А, так она, для чего этот отзыв-то? Для того, чтобы, говорит, представляете, как гениально, сколько мне уже, почти 50 лет, да, и щелчки вот эти появились в моей жизни, и я, говорит, их сопоставила, понимаете? Это здорово, человек радуется, благодарит, что у него это отзывок нашло в сердце. Вот о чем. Как правило, такие люди, они быстро идут, радостны. Конечно, много подводных камней. В этапе-то сомнений их было много, а здесь еще больше. Почему? Потому что все, что такое более темное, смотрите, Валентина, оно остается на этом круге, уже на более низком, да? Все более высокое, такое, самое лучшее, что есть в человеке, оно же должно увеличиться, расшириться, там, соединиться, да, освободиться, там, преобразоваться, там, восстановиться, там, очень большое, трансмутироваться, там, трансформироваться, там, очень большой спектр работы. И вот это все тонкое, оно еще тоньше. Ну, вот это вот тонкое, оно как раз вот здесь вот, да, и когда ты, вот это беспристрастное наблюдение за собой, это сразу корректировка себя, то есть сразу раз, осознание сработало, и, а может, оно и не сработает, человек хотя бы на этом понимании, какой-то этап будет идти, там, первоначальный, и он на этом этапе, как бы, знаете, как бы подобрать такое слово, на этом этапе он не сможет так радиус вот этого беспристрастного наблюдения расширить, да, то есть он будет вот примерно такой вот радиус, типа вот с такого, да, который он вышел, вот на таком, это вот еще будет все более плотное, то есть он может только увидеть самое в человеке, если он не оценил его, понимаете, то есть поэтому говорят, беспристрастное наблюдение за собой и миром, а за собой как, что бы вы ни делали, где бы вы ни находились, вы себя как бы не выпускаете из вида, постоянно наблюдая за собой, именно не выискивая свое несовершенство, а именно обозначили его для себя, и сразу преобразовали, да, то есть отменили себя, потому что это же могут привычки, качества, там же много-много всего, это же все-таки тонкий мир человека, внутренний мир, и поэтому вот этот этап беспристрастного наблюдения за собой, он идет же от этапа сомнения, и он более еще плотный такой, дальше поднимает человек, у него расширение идет вот такое вот уже энергопотенциала, и он уже радиус восприятия себя и мира видит более расширенное, вот здесь вот, знаете, почему как поначалу люди всегда щелкают, да, миллионы раз, миллионы, столько вот всего, да, напичкано в человеке, вот, естественно, это он сам позволил, больше кто позволил-то, вот, из-за своей недоразвитости там, еще есть термин такой, молодая душа, то есть это те люди, которые вообще на земле не приспособлены, ни к чему, здесь же все нужно разбираться во всем, а не так, огульно, дал оценку одному, второму, третьему, то, что сейчас, в общем, сплошь и рядом, да, эти диагнозы, это все, это именно не подходя к человеку, как к человеку, да, созданного, серьезного создания, а подходя к человеку, как вот устройство физического тела, и все, больше ничего, и еще способ на живые, понимаете, способ на живые сегодня человек, это вообще деградация страшнейшая сегодня, она, к сожалению, набирает обороты, как снежный ком, то есть это уже заражение людей, масштабное идет, понимаете, поэтому очень важно, знаете, развить себя, и разовьются люди вокруг, то есть в вашем пространстве, в чистом, итог-то какой, у вас будет чистое пространство, вы высокоразвитый человек, вам не надо никому будет доказывать ничего, какой вы есть, потому что это невозможно, 7 миллиардов, больше 7 миллиардов людей на земле, и каждый вас будет воспринимать со своего внутреннего, уникального мира, значит, здесь две позиции, или светлый мир, или темный, вот с этого мира вас и будут воспринимать, потому что вибрационная несовместимость большая, вот, и наша с вами основная задача выработать это, так выработать, вот именно в этом беспристрастном наблюдении за собой и миру, привычку не нарушать законы мироздания, понимаете, и первый закон, это именно деформация, сильная деформация энергии любви, на которую устроен человек, во имя чего-то, в угоду чего-то, только не к себе, да, то есть, и вот здесь вот тонкая грань, смотрите, эго, эгоизм, да, и светлая часть, вот где заваливается человек, и поэтому этап сомнения была подготовка, фундамент, именно к беспристрастному наблюдению за собой и миром, там будет увеличиваться энергопотенциал в зависимости скорости вашей, благодарности вашей, на первом месте всегда благодарность, да, скорости, времени, да, желание действовать, это все перетекает, а как правило, когда у человека много чистой энергии, у него всегда активно желание создавать, не рисовать картины, послушайте, это материальное развитие, а мы говорим, начинать с тонкого мира, своего внутреннего, и оно сразу перейдет на материальное, понимаете, и когда беспристрастно человек учится наблюдать за собой, у него высвобождается его светлая часть, то есть она становится ярче, она становится радостнее, она становится такая легкая, вот почему люди чувствуют тишину и легкость внутри, потому что идет высвобождение себя от гонета вот этих низких проявлений, оно же как уже второе я, понимаете, в человеке, шаг за шагом, такой человек, конечно, меняется, у него меняется не только лицо, мы сейчас, а лицо попозже, у него меняется настолько внутренний мир, все становится ярче, все становится как-то более обширно, все становится интереснее жить, то есть это не только, это вкус жизни обостряется настолько, а потому что у вас нет, вы взяли другую позицию, то есть не разрушать себя, то есть вот этими осуждениями, оценками, в одну секунду, представьте, а вы взяли другую позицию, создавать себя, а создавать с позиции негатива невозможно, понимаете, вот она ловушечка-то, вот он переход, такая тончайшая грань, между темной и светлой частью, вот где пройти, поэтому вот эти техники все, это техники, это наша с вами практика, они идут, то есть встречаясь с любым человеком, вы наблюдаете за собою беспристрастно, как вы реагируете на него, и ловите как ловушечкой, не так, как выглядит человек с вашей точки зрения, вы ловите свое несовершенство, потому что это вы думаете так, еще есть ведомое и неведомое, то есть есть то, если вы попадете в поле другого человека более мощного, это хорошо, если мощного, то вы будете брать самое лучшее, вам будет с ним комфортно, нежно, мягко, да, то есть вот с такими людьми, это уже более высокоразвитая жизнь, но если вы попадете в поле человека зла, скажем так, который именно, не то, что он плохой человек, а он на своей стадии развития, вы себе это говорите, ну а зачем же вам тогда с ним взаимодействовать так плотно, да, то есть есть же разные задачи, вот, то вы обязательно от него заразитесь, если он курит, будете хотеть курить, если он пьет, вы будете хотеть пить, это еще маленький показатель, если он носит зависть, и вы откуда-то будете брать эту зависть, понимаете, о чем разговор, почему многие и не разбираются в этом, потому что это очень тонкие вещи, очень, и сходу разобраться в этом, почему человек говорит, я вроде все соблюдаю, а у меня откуда-то там, то ревность, то там какая-то ненависть, говорит, к родным даже, не то, что там, все говорят о любви к родным, но на самом деле, человек даже, он говорит о человеческой любви, которая, она привязчивая такая, знаете, с привязками, состраданиями, это вот человеческая любовь, когда любовь высокого диапазона, она не имеет вот этого, потому что человек понимает, как все устроено в этот момент, в этот час, понимаете, нету душераздирающего, ведь люди от страха себя так ведут, от сомнений себя так ведут, но мы же с вами эти сомнения уже прошли, и мы теперь с вами обучаемся беспристрастному наблюдению, самое, одно из, знаете, серьезных переходных стадий, я вам скажу, именно от плотности, вот этой такой, вязкой, скажем, до более высокой, вот это именно беспристрастное наблюдение за собой и мир, потому что каждому дается испытание, те, которые испытания сам себе создает, во-первых, человек, если он где-то не допринял на этапе трехмерного мира или на этапе сомнений, он обязательно здесь, только здесь быстрее увеличится скорость и время, именно на этом этапе развития, понимаете, и он будет не понимать, почему вроде он все соблюдает, да, а здесь вот не поймет, откуда эти ситуации, да, так я вам вот основное донесение хочу подсказать, что все, что вы не проработали на этапе сомнений, я уже не говорю про трехмерный мир, от которого мы с вами вышли все, а именно на этапе сомнения, все, что вы не проработали, вы на этом этапе беспристрастного наблюдения за собой и миром не сможете, как бы, проскочить это, вы все равно вам дастся ситуация, ту, которую вы не проработали здесь, вы просто у вас уже поменялось отношение, вы себя не стенами имеете, не разрушаете, да, а вы себя наоборот всячески делаете, чтобы переключиться на плюс, тишина, легкость, принятие, да, принятие будет везде с вами идти на всех этапах развития, это сто процентов, потому что это то, что человек уже высокоразвитый знает, знаете как, как дважды два, он в таком принятии, поэтому маневрирование ситуации будет более на высоких уровнях, это мы потом, попозже, да, когда дойдем до этих стадий, и поэтому беспристрастное наблюдение за собой и миром, вот вам задача, и с этой, сначала вы будете много расщелкать, там, ловушку все отсылать, там еще, смотрите на сайтах, смотрите на книгах, смотрите на выступлениях, к практике мы обязательно с вами подойдем, практику, постараюсь в две беседы уложиться, уложиться в практику, вот, но вообще основное донесение, что практика, это наша жизнь, и вот здесь, как неинтересно человеку, представьте, как ему вкус жизни, какой у него, от себя отвращение, неверие, вот это, а только потому, что там, основное донесение, что там было прошлое, да, это вот эта мешанина, светлой темной энергии, понимаете, привычек, слов, действий, поступок, и поэтому люди, знаете как, не могут сюда войти, к себе, только потому, что они себя, вот, не любят, правда, знаете как, полюбить себя, это звук пустой, правда, я вам говорю, это просто рекомендация, а объяснить, как это сделать, дословно, пошагово, это совершенно другое, и вот шаг за шагом, человек, находясь вот в этих переходных стадиях, будет обретать, ну, во-первых, сказать, что здоровье крепкое, это даже ничего не сказать, великое здоровье, потому что все сейчас подвязаны на деньгах и здоровье, то есть надо заработать деньги для того, чтобы их отдать здоровье, ну, ребята, ну, это парадокс, это смешно даже, понимаете, о чем разговор, здесь все должно быть в гармонии, все аспекты, из которых состоит человек, их очень много, мы к этому тоже вернемся, а сейчас вот это беспристрастие вам будет помогать, опять, еще раз повторюсь, что все имеет уровневость, то есть мы с вами берем беспристрастное наблюдение за собой и миром, как этап, но он имеет подуровни, то есть это прошли быстро, поднимаетесь дальше, это прошли, и вот это, знаете, захват интереса, он настолько увеличивается, что вам даже некогда будет думать, какая у соседа машина, сколько партнер получил, обманул ли он тебя, еще что-то, еще что-то, понимаете, о чем разговор? вот так он работает, поэтому этап интереснейший, захватывающий, где-то очень сложный, но помощь у вас есть, и вы всегда пройдете это при желании и при активном участии, поэтому расценивайте любого человека, который к вам подошел, как тренажера, именно, как вы относитесь к этому человеку, и шаг за шагом у вас единая картинка выработается, и вы никогда не захотите в своей жизни больше не осуждать, не оценивать, не бороться, потому что вы понимать будете, что это ценно для вас и мира, понимаете, что это ценно для вашей семьи, потому что хоть один мудрый будет в семье, мудрость не годами наработанная, непонятная, а мудрость наработанная именно по работе со своим несовершенством, она легко применимая в практике жизни, когда между людьми гармоничное отношение, потому что один принял, и другой, здесь же еще есть друг перед другом ответственность, это тоже будет целая лекция на эту тему, потому что люди очень часто не понимают, что они не ответственны в материальном мире бегут быстро в пять утра встать, чтобы в шесть в полседьмого быть на работе, да, это не та ответственность, это ответственность перед собой и своим воплощением, вот она ответственность, и, как правило, она растет вместе с человеком, вот он проходит переходные стадии, да, то есть, вот сейчас мы с вами прошли этап сомнения, теперь беспристрастное наблюдение за собой, да, и дальше, дальше, и дальше мы будем переходить, да, их много очень, сказать, что, на чем мы остановимся, это, знаете как, я бы не стала этого говорить, почему, потому что здесь останавливаться нельзя, ни в коем случае, здесь наоборот, все вперед, по вертикали, быстрее, 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 есть какой-то вопрос вот на эту тему? У меня есть еще один вопрос к вам по поводу беспристрастного наблюдения, например, ситуация, я смотрю на человека и вижу на нем какую-то, не такую одежду, как мне бы хотелось видеть на этом человеке, как, наблюдая за собой, применить то, что я увидела в человеке, для своего развития, не для разрушения? Ну, очень, во-первых, сразу нужно понять, зачем вам это надо, оценить человека, в чем он надет, это первый шаг, да, то есть, ваше-то какое дело, в общем-то, по хорошему счету, зачем вы берете то, чего это вам не принадлежит, то есть, зачем вам этот человек с этой одеждой, это первый вопрос, который должен задать себе здравомыслящий человек, что это лезет в голову, какая разница, в чем человек одет, да, самое главное, что, вот этот вопрос, зачем задать себе, можно, знаете, одной фразой, откуда родилась эта мысль, то есть, она вас разрушает, эта мысль, потому что, а зачем дополнительную ношу какую-то на себя нагребать, да, потому что за день люди встречаются там с тысячами людей, да, где-то пересекаются специально, где-то по работе, где-то в метро, это же не значит, что ты должен всех оценивать, это полное разрушение человека, когда он вот на самом деле, это вот привычка еще, между прочим, очень негативная привычка, для того, чтобы себя сохранить, вам, вот почему беспристрастие в этом помогает, то есть, вы вырабатываете взгляд, который не цепляет, в чем человек одет, как он выглядит, да, то есть, вы разговариваете, зная, что вы себя сейчас сохраните, а не разрушите, то есть, вот это понимание, оно подталкивает, а что сделать, еще раз, откуда родилась моя мысль, божественная ловушка, от меня я все в любовь преобразовываю, там, или высокие энергии преобразовываю, то есть, очень много техник, да, то есть, для того, что себя хоть как-то отвлечь, зачем же думать, да, в чем человек одет, и вам еще не, может не нравится, вы понимаете, какой парадокс жизни, еще не нравится человеку в том, чем он другой одет, вы понимаете, какое нарушение закона свободной воли другого человека, это первый закон, который нарушает люди здесь на земле друг друга, своими вот этими суждениями, откуда у таких людей будет здоровье, о чем вы говорите, а вот когда он работает с собой, он раз заметил, два заметил, все техники он быстро маневрирует, у него уже потенциал высокий, да, и он быстро себя перестраивает, то есть, задавая вот этот вопрос, зачем, я ответила, или еще надо более подробную, это все в практике, хорошо, то есть, есть информация вся на сайтах, везде об этом, как работать со своим негативом, вот, одно дело, что вы заметили это или нет, так вот, в день вы будете щелкать миллион на раз, замечая, боже мой, неужели это я столько раз думал о том, обо всем, о людях, понимаете, негативное, и шаг за шагом у вас это будет уходить, энергопотенциал будет увеличиться, как вытеснение, знаете, одной плотности на другую, одного качества низкого, на более высокое, вот это вытеснение из вашего пространства будет проявляться в виде вот этой легкости, тишины, вот этого, знаете, всеобъемлющего принятия, вот это все, что вы сейчас нарабатываете с таким трудом, поэтому беспрестрастное наблюдение за собой и миром это спасение для людей, в самом прямом смысле слова, такие люди уже редко болеют, редко, они уже вышли на создание себя обновленным человеком, вот, они уже не потакают тому прежнему, трехмерному, и вот это вечно вопрошающие вопросы, да, вторжение в другую свободную волю другого человека, в чужое пространство, вот это все прекращается, это уже вот на этом этапе беспрестрастное наблюдение за собой и миром. И при этом же огромный запас энергии вырабатывается, конечно, энергия не расходуется, а наоборот, да, мало того она не расходуется, она не искажается, она в этом пространстве, знаете как, свет, он быстро картициализуется и растет, именно эта форма энергии, которая исцеляет человека на всех уровнях, именно начиная с осознания, сознания и кончая всем плотным телом. Это очень исцеляющая энергия для человека. Вот куда мы подходим сами и куда подводим людей. Не болеть, это другая, это другая дуальность, скажем так, да, постоянно совершенствовать себя на всех уровнях, начиная с самых высоких уровней. Там первопричина всего происходящего с физическим телом человека. Поэтому этап беспристрастности это просто спасение. Я по-другому назвать это не могу. Кто-то может со мной не согласиться, конечно, но вы достигнете этого, а потом поговорим. И все. оттуда. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...